все отлично хорошо значит курс называется да вы все знаете геометрия арифметика и динамика дискретных групп значит со мной можно опять же связываться в телеграм-канале ссылку на которые сбросил а также можно писать на почту вот она выделена значит давайте мы начнем с того что вообще обсудим что мы изучаем скажем общая картина происходит примерно вот что у нас есть какая-то дискретная группа гамма которая действует на римного многообразие x но в нашем случае она будет всегда стягиваемым на самом деле даже еще лучше то есть в общем там будет очень хорошее пространство как правило но в общем то никто не мешает рассматривать немножко более общие вопросы значит действие подразумевается так называемые вполне разрывно да или пропали дисконтинесли группа называется дискретный и как бы чуть позже я буду объяснять все что это значит наше римном многообразие как правило будет представляться как однородное на самом деле даже симметрическое однородное пространство g-фактор пока где же это группа ли изометрии нашего римного многообразия x к это максимально компактная подгруппа вот ну и собственно наша группа гамма будет как правило дискретный группы изометрий то есть она будет просто таки дискретный подгруппы в топологическом смысле имею ввиду в смысле этой группы ли же хорошо ну значит мы пока скажем так неформально говорим что есть какое-то действие вот что нас будет интересовать значит если гамма будет свободной откручения подгруппы то есть не нет элементов до конечного порядка то тогда фактор x по гамме будет в общем-то хорошим многообразием причем его фундаментальная группа да в этом случае будет группой гамма значит и вообще говоря далеко не всегда до дискретные подгруппы являются свободными исключения и иначе у нас появляются риммоновые арбифолды вот на самом деле арбифолд это тоже не очень плохая штука но понятно что наверное с точки зрения геометрии топологии там многообразие это что-то лучше чем арбифолд но вот в этой науке очень часто рассматривают арбифолды и собственно вот изучаем действие да на действие дискретной группы гамма на x и изучаем что же получается факторе вот ну значит основными пространствами которые у нас будут возникать на самом деле будут вот эти пространства x это пространство евклида да и н мерная сфера сн или пространство лобачевского или гиперболическое пространство hn вот значит это на самом деле три пространство постоянной секционной кривизны до единицы 0 и минус 1 и на самом деле именно с точки зрения пространства стальной кривизны других-то и нету вот а вот риммонова многообразие постоянной секционной кривизны уже бывают разные собственно они получаются из этих накрытиями да вот с помощью вот этих раздействий дискретных групп гамма ну собственно об этом будет речь позже хорошо давайте я расскажу в общем какие области математики затрагивают вот это направление которое собираюсь рассказывать ну в первую очередь это безусловно римного геометрия также понадобится нам некоторый аппарат из топологии но это в общем то с точки зрения профессиональных топологов такая очень простая топология за введение в алгебраическую там топологию и немножко до дифференциальную топологию я в общем то постараюсь рассказать все что нам дальше понадобится конечно чем больше вы знаете тем лучше и тем вам легче с этим дальше оперировать но по большому счету каких-то там супер специальных вещей нам из топологии не нужно то о чем я буду рассказывать это в общем то является частью у некоторой частью геометрической теории групп потому что тут в общем то будут иметь большое значение да геометрия действия фундаментальной области вот на самом деле там их можно определять как-то в целом для дискретных групп преобразований вот безусловно на стыке да с нашей наукой находится еще теория дискретных подгрупп групп ли потому что в общем то я сказал да что у нас группа движения и пространство x это это группа ли наши группы будут дискретными подгруппами ну и наконец то что в общем то так скажем уже некоторое сужение наших интересов это теория арифметических дискретных групп вот то есть это в общем связь с некоторой теории чисел квадратичными формами и экваторнионными алгебра то есть это ну вот я здесь привожу некоторые примеры что вот там как бы дискретные подгруппы групп ли это что такое вот например и zn стандартная решетка в рн а потом группа да специальная линейная группа над целыми числами и дальше можно рассматривать еще разные варианты проехи подгруппы все которые здесь выписал мы конечно будем подробнее говорить уже позже вот здесь а в качестве примера например да записал такую группу это группа целочисленных автоморфизма в квадратичной формы сигнатуры 21 заданы над кольцом до пополнен над кольцом z пополненным корнем из двух вот если мы рассматриваем автоморфизмы с этими коэффициентами вот такой вот квадратичной формы ну там опять же чуть более точно я конечно это напишу когда это дело дойдет вот понятно что да вот теория арифметических дискретных групп является такой в общем некоторые части теории дискретных подгруппы групп ли но очень важной частью силу там в общем то знаменитых результатов маргурица или других математика ну и наконец что нас тоже будет интересовать это динамические методы эргодической теории которые применяются для изучения всего того чего здесь перечисляю да вот то есть геометрии и этих действий дискретных групп ну и наконец очень хороший и такой наглядный красивую частью нашего курса будет теория бинберга гиперболических групп отражений вот то есть на самом деле эта группа порожденные отражениями и фактор по этим подгруппам будет ну на самом деле это будет в данном случае многогранник кокстера но с точки зрения такой общей геометрии топологии это арбифолт вот что интересно здесь возникает такая особая в общем-то геометрия арифметика комбинаторика этих многогранников и эта теория позволяет изучать в общем она позволяет получать довольно много разных примеров и зачастую когда изучают какие-то более общие вопросы связанные с геометрией дискретных групп активно эксплуатируют вот эти группы отражений потому что в них многие вещи можно наглядно проверить посмотреть плюс эти многогранники в общем-то считаются на компьютере это позволяет некоторые компьютерные эксперименты проводить ну и мы там своих работах этим активно пользуемся давайте я выделю из того что я перечислил такие вот самые важные на мой взгляд вещи из этого курса давайте выгляду оранжевым цветом значит вот я хочу разобрать в рамках курса доказательства динамическое доказательство теоремы жесткости мостова это для нас это будет на самом деле чуть раньше чем обсуждение арифметических групп затем очень важной частью является теория арифметических групп и арифметических гиперболических многообразий соответственно и да и арифметических там орбифолдов ну и собственно там будем наверное будем регулярно обращаться к теории групп отражений значит про дискретные подгруппы группы я постараюсь немножко рассказать в общих чертах но да вот повторюсь что в основном нас будет интересовать так скажем все что связано с гиперболической геометрией но и не только все-таки да то есть не только мы будем в перволическом геометрии операции так что еще здесь давайте я подчеркну динамические методы вот хорошо а про арифметику я отдельно хотел сказать что ну во первых там многие из знаменитых теорем про арифметичность в частности там результат маргулиса получен тоже динамическими методами в общем тут очень красиво взаимосвязано все эти направления и не более того арифметичность иногда дает некоторые то есть арифметичность дает ряд таких красивых там интересных свойств геометрических топологических там комбинаторных и так далее хорошо ну сегодня я хочу рассказать лучше сегодня я собирался рассказать про в общем протопологические всякие объекты и конструкции которые нам дальнейшем понадобятся дальше уже мы будем переходить геометрии хорошо значит ну опять же я точно не знаю да какие знания тут у слушателей я постарался заявить курс для всех желающих там уж видно будет так меня спрашивают здесь если ссылка хорошо значит смотрите я выложу материалы курса до видео и собственно pdf этого конспекта я выложу сюда на сайте так что ссылки будут а вот так телеграм-канал я предлагаю присоединяться всем кто хочет в общем-то оперативно получать информацию так хорошо топологическое многообразие у нас здорово топологическое пространство со счетной базой в котором каждая точка обладает окрестностью гомеоморфные открытому шару в евклидовом и номерном пространстве дано то есть в ен я буду писать хотим в общем можно писать ей можно писать rn но я буду использовать обозначение вида rn или rn1 для векторных пространств а вот для афинного и в плитового пространства если это буду стараться использовать обозначение dm хорошо значит у нас есть окрестность для гомеоморфные открытым шаром можно считать что гомеоморфные шару а всему рэн понятное дело вот да напоминаю что гомеоморфизм это у нас непрерывное объективное отображение такое что и обратное тоже непрерывное значит гомеоморфность двух пространств будем обозначать следующим образом далее но я на всякий случай решил повторить некоторые классические топологические конструкции возможно не прям таки может быть не прям все нам понадобится но многие из них что я вижу нам понадобится значит хорошо теперь да давайте по порядку дизъюнтное объединение топологических пространств ну понятно как он устроится на самом деле его даже стероид для случая когда эти множество x и y пересекаются но это делается там чуть сложнее вот у нас в общем-то эти детали так пока на вскидку не особенно интересует вот понятно важная конструкция декартово произведение двух топологических пространств собственно с естественной топологии на произведение и вот очень важная да очень важная конструкция это фактор по отношению эквивалентности то есть что это такое то множество классов эквивалентности вот как строится топология ну в общем-то интуитивно понятно да то есть мы говорим что подмножество здесь объявляется открытым в этом факторе если открыто вот такое множество да вот если она открыта в x вот у нас есть топологии то есть наша задача как бы спустить топологию на фактор вот и если а является подмножеством то фактор по подмножеству просто означает как раз вот это фактор топология по отношению эквивалентности где все точки из этого подмножества у нас отождествляются я там в конце конце сегодняшней лекции оставлю какой-нибудь список упражнений чтобы в общем все желающие могли немножко потренироваться и понять материал получше хорошо пусть у нас есть это непрерывное отображение из x в y тогда склеивание по этому отображению происходит следующим образом здесь берем два замкнутых подмножества соответственно в x и y вот ну и собственно склеивание происходит так обозначается x объемить с индексом f y это фактор дезинфинтного объединения по отношению эквивалентности где отождествляются точки из общем-то из этих а и b да вот мы хотим отождествлять то есть это в общем то как происходит связанная сумма да это некоторый я так понимаю частный случай этого приклеивания склеивание до под ображение мы выкидываем диск и склеиваем поэтому диском без вот грубо говоря два тора превращаются вот в такой вот кренки хорошо ну дальше еще можно рассматривать конус надстройку и джоин для просто для топологических пространств для многообразий значит конус ну вот формально здесь написано что это фактор по такому отношению эквивалентности да давайте вот значит формально мы берем да в такое произведение и факторизуем по отношению эквивалентности то есть мы отождествляем все точки x запятая 1 или запятая 1 на всех x и y ну так скажем это действительно конус то есть мы сначала взяли цилиндра потом все точки здесь отождествили вот хорошо надстройка это это что-то в духе двух конусов сверху и снизу поэтому мы берем отрезок минус 1 1 и отождествляем точки в единицы так и в минус единицы что-то я здесь не дописал давайте я допишу y минус 1 так мы наконец join опять же до формально я написал что это значит но интуитивно это берутся два множества проводятся всевозможные отрезки из точек одного множества точек другое множество вот множество всех этих отрезков будет нашим джойн но на самом деле его уже наглядно очень трудно изобразить я это сделал для двух отрезков я нарисовал два как бы скрещивающихся отрезка и всевозможные отрезки соединяющие эти два это будет тетрайдер хорошо ну то есть симплекс наверное с точки зрения топологии правильно будет хорошо следующее важное понятие в общем-то она не то чтобы мы будем прям явно использовать симплециальные комплексы но это в общем очень полезное понятие вообще в целом топологии да и на самом деле триангулируемость многообразий в том числе гиперболических она она может у нас в дальнейшем возникать поэтому давайте вспомним да симплециальный комплекс это у нас объединение симплексов то есть это множество всех симплексов таких что во первых грани любого симплекса у нас тоже является симплексом безусловно но входящим наш симплециальный комплекс дальше пересечение любых двух симплексов возможно разные размерности это должен быть должно быть их общей гранью да и тоже входящий в этот симплециальный комплекс так она достаточно сказать что является их общей гранью в силу первого пункта это будет элемент нашего комплекса да и всякий симплекс может быть гранью лишь конечного числа других симплексов вот ну и наконец нам нужно здесь какую-то топологию задать мы множество называем замкнутым если его пересечения со всеми симплексами замкнута уже в этом симплекс а симплекс что такое симплекс вообще говоря можно воспринимать как гомеоморфизм до выпуклую оболочку базисных векторов до варен плюс один вот хорошо значит дальше клеточный комплекс тоже важное понятие из топологии мы берем объединение давайте построим это формально на самом деле неформально берутся диски каждый раз там приклеиваются до пошагово приклеиваются по границе и вот так вот по размерности мы строим и строим вот но формально мы берем начинаем даст дискретного множества а дальше xk плюс один получается из xk да вот при оттачивании к плюс одномерных дисков таких что да то есть вот как это происходит под ображением фика из границ да то есть со сфер этих дисков со сфер в xk причем что важно тут должны выполняться два свойства собственности и w во первых всякая замкнутая клетка да вот эти диски называем клетками пресекает лишь конечное число наших открытых клеток вот а c подножество x называется замкнутым опять же если если пересечении со всеми дисками будет запад вот наконец важное для нас понятие многообразие с краем потому что вообще говоря у нас могут возникать римманово многообразие с краем в частности гиперболические многообразие с краем которые да то есть в общем тоже имеют некоторые интересные свойства хорошо но здесь под многообразием с краем мы понимаем типологическое многообразие допускающее окрестности двух видов да либо гомеоморфные остротому шару либо окрестность гомеоморфная полупространцу но я здесь вот написал замкнутым полупространству чтобы собственно взять прообразы границ граничных точек вот этих карт в бета и получить край многообразие вот край многообразие это уже будет n-с одномерное многообразие без края вот дальше да под триангуляции многообразие которое только что упоминал мы понимаем симплециальный комплект гомеоморфный многообразие вот но и в частности вот как например можно задать многообразие с краем или на ну там поверхность краем например или поверхность дырки вот можно взять тор покрыть его там грубо говоря треугольничками и просто потом треугольничек выкинуть и вот собственно наш да вот собственно наш край вот хорошо и далее важное понятие да такой важный вариант топологический это эллеровая характеристика значит смотрите я тут так скажем не совсем сказал что вот я сейчас рассказываю такие вводные топологические вещи но на самом деле собственно в силу теоремы жесткости мостова для гиперболических многообразий гиперболический виноват геометрические варианты и топологические варианты это в общем то одно и то же и этим замечательные эти гиперболические многообразия вот поэтому сейчас немножко такой топологии казалось бы слегка абстрактной затем будет геометризация всех этих вещей вот и собственно тогда мы перейдем я надеюсь достаточно быстро дисклетным группа хорошо значит эллеровая характеристика вот там я определил для клеточного комплекса собственно пусть у нас н-мерный есть клеточный комплекс тогда вот эллеровая характеристика определяется вот следующим образом да здесь у нас стоит число камерных клеток вот ты скажем сфера до сфера мерная она получается отождествованием берем точку да и двумерный диск ну и отождествляем по границе вот поэтому собственно у нас всего две клетки и эллеровая характеристика равна двойке вот второй пример это двумерный торн то есть полученный произведением окружностей ну я не знаю насколько корректно вот так вот делать вот я в общем сделал так вот я грубо говоря перемножил клеточные структуры и потом я грубо говоря раскрыл скобки то есть произведение нулимерных клеток я взял да нулимерную клетку потом две одномерных клетки и одна двумерная но на самом деле это можно сделать и как бы более явно да можно взять вот точку два отрезка и квадрат вот и отождествлять уже вот именно таким образом то есть собственно привычное нам как бы как получить тор это вот взять квадрат и отождествить его противоположные стороны сначала получается цилиндра потом это дело замыкается в торт с другой стороны если действует да вот там когда через клеточную структуру то мы сначала берем как бы получаем так я забыл какая-то операция называется а букет по букет окружностей восьмерку а затем нам нужно грубо говоря этот диск промотать так вот вокруг одной окружности вот собственно получается то или его характеристика равна нули вообще говоря вот эллерово характеристика дальше когда начнется геометрия эллерово характеристика будет связана на самом деле там через теорему гаусса-банена например будет связана с кривизной многообразий вот и даже там есть для гиперболических так если я не ошибаюсь для гиперболических многообразий конечного объема через эллерово характеристику можно посчитать объем этих гиперболических многообразий вот это тоже в общем-то называется формулой гаусса-банена хорошо ну наконец меняют в качестве упражнения во первых проверите что верно ли что тор без точки да гомеоморфин тора с выброшенным диском а во-вторых посчитаете эллерово характеристика она должна получиться отрицательной у этого дела до утра с проколом вот но так интуитивно кажется что если у нас есть клеточная структура да вот у нас тор мы должны отсюда там выкинуть не не знаю либо диск либо точку должны получить минус 1 вот ну на самом деле надо сделать немножко более аккуратно кстати говоря я напоминаю что на самом деле эллерово характеристику можно считать через симплициальные комплексы считать что мы триангулировали многообразие а тогда эллерово характеристика скажем для поверхностей до вычисляется как в минус е плюс f до девы и р это количество граней давайте я напишу что для n равно 2 мы получаем что у нас там в и хорошо то есть в общем разные есть возможности для подсчета эллерово характеристика вот но эллерово характеристика будет является является топологическим вариант так следующий пункт нашего плана это гомотопии вот кстати важную вещь они сказал то есть вот собственно сфера у нас тут уже появилась на самом деле торн имеет структуру надо имеет структуру гладкой двумерной поверхности полученный как фактор евклидово пространство едва по дискретной группе действующих проем группа параллельных переносов вот а тор уже с проколом на самом деле будет гиперболическая поверхность то полученный как фактор уже плоскости лобачевского по дискретной группе но уже более сложным ну вот об этом чуть позже но в целом вот я хочу чтобы на общем целом возникает такой не должно возникать такое некоторое ощущение то есть можно рассмотреть да там сферу с же ручками для же начиная с двойки или характеристика будет отрицательно вот поэтому есть такое некоторое интуитивное предположение что большинство в некотором смысле большинство двумерных поверхностей с главкой структуры на самом деле будут гиперболическими вот конечно не совсем корректно здесь говорить про большинство вот но я надеюсь понятно что я не буду хорошо теперь рассмотрим следующие определения это гомотопии фундаментальной группы накрытия и так отображение f и g да непрерывные из x в y здесь x и y у нас по-прежнему это топологические пространства вот они называются гомотопными обозначаются обозначается это вот следующим образом да заметьте что где две волнистых линии это было гомеоморфность а здесь это гомотопность гомотопическая эквивалентность значит они гомотопные если существует непрерывная гомотопия которые связывают в каком смысле но это должно быть непрерывное отображение из x умноженного на отрезок в игре такого что в нуле до при ты равном нулю это у нас точность отображения f объединиться там отображение же то есть грубо говоря у нас появилось непрерывное семейство до отображение ft так что при параметре т равном нулю мы получаем одно а при единичке мы получаем другое отображение грубо есть такая деформация непрерывное до одного отображения другое но какие свойства у этой гомотопности но в общем она гомотоп на самой себе разумеется дальше симметричность и наконец транзитивность да что если у нас есть гомотопия соединяющие f и g и гомотопность g и h то и f и h тоже гомотопны ну и собственно здесь я выписал как строится эта гомотопия пусть у нас были f1 и f2 соответствующие гомотопии тогда мы берем и при т 0 до 1 2 мы берем первую гомотопию с растянутым таким параметром и на второй части мы берем вторую гомотопию здесь тоже параметр немножко изменен ну собственно если посмотреть аккуратно то при т от 0 до 1 2 2t бегает от 0 до 1 как раз а при здесь при т от 1 2 1 вот эта вещь меняется от 0 до 1 то есть понятно что я хотел сделать гомотопию тоже от 0 до 1 вот хорошо значит теперь собственно то что нас даже интересует чуть больше это гомотопическая эквивалентность топологических многообразий вот и пространство там на самом деле будет дальше возникать важная вещь что мы будем использовать гомотопическую эквивалентность гладких многообразий дальше будем переходить гладкой гомотопии гомотопической эквивалентности вот и это в общем на части на на этом основано доказательство теоремы жесткости моста поэтому это не просто какие то я сейчас рассказываю общие факты а то отчасти на чем основаны ключевые теоремы из нашего курса вот значит хорошо x и y называются гомотопические эквивалентными если существует это поражение f и g такие что вот хорошо такие что да f действует из x выверет же обратная значит f g это отображение на x вот на самом деле оно должно быть так виноват только сначала же потом f да это даже если должно быть гомотопическим эквивалентно тождественному на y вот а f композиция значит же композиция f это мы берем сначала действуем из f потом в игре виноват потом в x и это будет ну должно быть гомотопический эквивалентно тождественному на x вот значит в таком случае вот если у нас существует f и g такие да то мы говорим что x гомотопический эквивалентно y причем мы вполне можем то есть когда мы говорим что x и y гомотопический эквивалентно значит существует гомотопия между ними да то есть мы берем тогда как там одно из этих отображений f говорим что это гомотопия из x в игре подразумевая что есть такое для него обратное же значит ясно что если пространство гомеоморфное то они гомотопический эквивалент вот но вроде как не наоборот давайте посмотрим на такой пример возьмем торт до без диска до торт с проколом значит он что с ним проходит он гомотопический эквивалентен на самом деле букету окружностей то есть восьмерки да но при этом не гомеоморфен вот но интуитивно это понятно что не гомеоморфен потому что это что-то двумерное тут что-то одномерное вот но в этом можно в общем то и дай как ты более аккуратно убедиться вот но при этом гомеоморфен он будет чему он будет гомеоморфен вот склейки таких двух лент я вот не знаю насколько я понятно нарисовал то есть грубо говоря берутся два колечка да и прикладываются друг другу по какому-то диск например да вот вот получается то чему гомеоморфен это делал но это на самом деле на туре с диском это можно так наглядно понять вот хорошо дальше мы переходим к важной части это гомотопии петель и кривых значит хорошо у нас есть логическое многообразие m тогда кривые просто непрерывное отображение из отрезка в м а петли если понятно дело там в нуле и в единице мы получили одну и ту же точку п да тогда это наша кривая будет петлей до в точке п значит две кривые непонятное дело где кривые называются гомотопными или гомотопическими эквивалентными если существует гомотопия который их соединяет в этот раз я виноват если я вас немного запутал я взял параметр с который теперь деформирует одну кривую до в другую вот значит можно завести произведение двух путей предполагаем что у нас путь гамма-1 из точки x выберет гамма-2 из точки y в z тогда собственно путь гамма-1 умножить на гамма-2 это путь из x в z когда вдоль этих двух кривых но нужно там аккуратно с параметризацией разобраться и собственно мы используем опять же похожую формулу до от 0 до 1 2 это первый путь такой параметризации 2t дальше это второй путь значит понятное дело что коль скоро мы умеем кривые перемножать мы умеем пути перемножать то мы умеем и петли перемножать вот ну и наконец можно взять задать обратный путь тоже таким вот образом гамма от 1 минус т и вот что важно что у нас рассматриваем гамма-1 гомотопический эквивалентный мю-1 а второй путь гамма-2 эквивалентен какому-то мю-2 тогда произведение гамма-1 и гамма-2 будет эквивалентно гомотопическим произведением мю-1 и мю-2 вот ну понятно что на интуитивно это можно вот как-то так нарисовать то есть на самом деле без разницы как ходить до язык с в z вы можете взять там гамма-1 гамма-2 или пройти через мю-1 и мю-2 вот вот что важно что для петель это произведение ассоциативно да вот мы можем взять рассматривать класс гомотопических классы гомотопных петель вот там это произведение будет ассоциативно то есть вы можете скобки расставлять в общем случае насколько я знаю это не верно я точно не уверен в общем по моему это не верно и наверное не очень трудно пример придумать ну или во всяком случае как убедиться что это не всегда работает значит что хорошего про все эти произведения путей гомотопных петель и так далее вот на самом деле класса гомотопных петель образуют фундаментальную группу вот я умудрился написать что это и не при этом не записать что это фундаментальная группа давайте я напишу то есть это фундаментальная группа вот извините а есть ссылка на доску не видно ссылки нет я еще не успел выложить я после после лекции выложу я плюс еще буду что-то дописывать поэтому сейчас в общем не совсем осмысленно и выкладывать вот хорошо а я кстати выложу я во первых в телеграме разошли во вторых я выложу на сайте и все ссылки я тоже телеграме скину вот то есть на самом деле будет какая-то и google папку google диск с этим всем видео и прочим материалами хорошо значит да вот мы понятие фундаментальной группы наконец обсудили теперь пространство их стягиваем а если существует гомотопия язык со в точку да то есть она стягивается в точку и она одна связана если фундаментальная группа тривиально значит так тривиальность до фундаментальной группы означает значит реальность фундаментальной группы означает следующее что у нас все петли все петли достигается в точку это как бы более слабые условия то есть из стягиваемости следует на связь безусловно вот хорошо значит да для нас будут для нас будут важны все эти понятия и стягиваемости и односвязанности значит вот имеется тогда следующее утверждение произведение для произведения двух пространств их фундаментальной группы тоже раскладывается произведение двух групп и для букета например окружностей что в общем то нам полезно фундаментальная группа букета окружностей будет равна свободному произведению свободному произведению этих фундаментальных групп вот свободность произведения здесь подразумевает здесь подразумевается следующее что это свободное произведение как абстрактных групп то есть между компонентами нет никаких соотношений ну собственно из примеров до фундаментальная группа окружности это z я вот здесь не сказал что значит е или 0 да то есть как бы с точки зрения абстрактных групп мы как бы говорили что там это умножение путей да поэтому нейтральный элемент это скорее как бы нейтральное по умножению вот на деле эти группы в общем-то абелевы и поэтому по моему чуть чаще пишут 0 вот наверное я буду писать все-таки да когда это тривиальная группа я буду написать 0 подразумеваю что эта группа по сложению но в общем не удивляйтесь если вы будете встречать где-то в литературе разное позначение хорошо значит ну а вот для тора например да тор это произведение двух окружностей это него фундаментальная группа z квадрат собственно рн у нас понятное дело одна связано вот так же как и диск вот в общем у них фундаментальный группа тривиален теперь мы наконец заговорили про накрытие значит что такое накрытие ноты накрытием или там локально тривиальным расслоением называется но обычно прямо берут целую четверку всех участвующих до в этом деле объектов значит у нас что тут есть у нас есть отображение п из тотального пространства еда в базу б то есть я собственно как бы накрывает б да с помощью отображения п и слоем д где дейты дискретное множество какие должны быть выполнены условия во первых это отображение непрерывно во вторых для любой точки б существует окрестность такая что прообраз гомеоморфом прямому произведению 4 считаем что это шарик да вот этого шарика на дискретное множество d и причем следующая диаграмма коммутативно на самом деле фактически эта коммутативность диаграмма означает что отображение из этого дела у согласовано с нашим накрытием п то есть наше накрытие п но локально является проекцией то есть эта диаграмма но в общем таки хорошо и что важно при накрытии до любая гомотопия в базе поднимается до гомотопии в этом тотальном накрывающем пространстве я причем единственным образом ну и наконец мы пришли очень важному определение универсального накрытия а именно на самом деле для всякой даже подгруппы фундаментальной группы существует такое накрывающее да что так понятно что такое накрывающее что фундаментальная группа понятно что мы можем определить мы можем поднять эти гомотопические классы путей точнее петель верхнее пространство с помощью предыдущей теоремы и вот фундаментальная группа там будет группы h вот но в частности существует единственное до универсальное накрытие так что это накрывающие односвязно причем если у нас есть какое-то другое накрывающие для x то наше универсальное накрытие его будет накрывать и поэтому она действительно универсальное хорошо нас для насчет в дальнейшем нас будут интересовать так называемое асферические многообразие поэтому давайте я напишу определение так многообразие x называется так я честно говоря кстати не знаю правильно ли я перевожу правильно ли я перевожу сделано русский но скорее всего здесь я правильно перевел вот значит многообразие x называется асферическим если это универсальное накрывающие является стягиваем то есть на самом деле если мы накрыли какое-то многообразие если мы накрыли с помощью р.н. да кто вот у нас собственно типичный пример стягиваемого то есть да типичный пример асферического многообразия хорошо так на самом деле для асферичности там полный есть какая-то теорема вайтхеда проверяющая там через гомотопические группы до примеряющие асферичность он даже критерий вот но в общем-то нам по моему она не понадобится поэтому я не буду выписывать а вот что нам понадобится нам понадобится опять же потом в дальнейшем для теоремы жесткости мостова нам понадобится следующий результат про асферические многообразия значит пусть у нас так ну и я тут по моему не сказал некоторых вещей то есть как правило тут предполагается что это достаточно хорошее топологическое пространство на самом деле на самом деле вот это икс лучше всего конечно убрать там линейно связанным там со всеми прочими хорошими свойствами вот значит здесь давайте так хорошо пусть да x и y у нас топологические пространства при этом пусть наверное по моему достаточно даже того чтобы образ был асферическим я точно не помню так пусть x и y асферические пространства ну вот я напишу что кажется достаточно только y вот тогда тогда изоморфизм изоморфизм фундаментальных групп дает гомотопическую эквивалентность сейчас вот как бы это правильно сказать но да то есть изоморфизм наверное индуцирует гомотопическую эквивалентность гомотопическую эквивалентность гомотопическую эквивалентность x и y вот да обратите внимание что это довольно сильный результат то есть на самом деле изоморфность фундаментальных групп как правило она довольно мало но она очень мало чего дает но для сферических многообразий она дает гомотопическую эквивалентность гомотопическую эквивалентность ну я так понимаю что это возможно это основано на той самой теореме в общем то доказательства нам здесь не очень важно но вот эта теорема будет использоваться хорошо что еще хорошего можно сказать ну про сферические многообразия наверное можно можно еще сказать следующее что давайте сформулирую отдельную теорему то есть пусть из x асферическое многообразие тогда и 1 от x свободно от вручения так ну замечательно так есть пока какие то вопросы по поводу того что я рассказал извините я правильно понимаю что сферическое многообразие это просто то у которого из гомотопических групп есть только фундаментальное да то есть собственно по моему это и есть это вроде одно и то же да собственно по моему это и есть теорема Уайтхеда то есть что да 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 вроде так оно и звучит что да все старшие гомотопические группы должны быть тривиальны то есть это вроде как это критерий да хорошо понятно а вот эта теорема она что P1 без вручения это тоже как-то следует если теорема Уайтхеда вот это я не знаю потому что доказательства этой теоремы я точно не знаю и я думаю что так сейчас давайте подумаем сейчас ну наверное да что значит что она была бы не свободное скручение у нас это были бы элементы конечного порядка я думаю что если бы у нас были такие элементы а то можно было бы тогда перейти то есть давайте так сделаем я в конце сегодняшней лекции дам в общем некоторый список литературы и тогда там я подозреваю что скорее всего то что я напишу в общем те книги которые напишу в них будет ссылка вот я думаю что идея примерно такая что можно с точностью до накрытия да можно считать что p1 от x это вот эта группа zn да то есть фактор по nz так хорошо допустим вот это ну а это наверное так ну я в общем то сходу не скажу возможно здесь нужны как раз гомологии которых я старательно избегал когда рассказывал про топологию вот на самом деле про группу гомологии гомологии я пока избегал если вдруг они в дальнейшем понадобятся то я про них расскажу вот но здесь я полагаю что как-то это надо задействовать гомологии в общем давайте так пока это останется под вопросом я дам ссылки возможно в одной из книг на которой на которой я опираюсь так частично там это есть так хорошо двигаемся дальше тогда значит собственно так ну собственно нам уже относительно скоро заканчивать давайте я когда скажу следующее еще одна я не знаю это не теорема а скорее предложение да предложение так пусть вот это отображение является накрытием то есть пусть это накрытие так степени д здесь под степенью я понимаю так насколько я понимаю это мощность слоя да вот тогда тогда что известно про элеровы характеристики как они связаны тогда элеровы характеристика так x с волной так должна быть равна ну видимо d умножить на элерову характеристику x тоже очень полезное соотношение хорошо значит так я не знаю надо бы еще может быть какие-то ну давайте я видимо сформулирую уже список задач вот дальше напишу я не знаю список литературы какой-нибудь так сейчас я подумаю так эстопологии нам кажется больше что ничего у меня такой вопрос да давайте казалось бы как бы по умолчанию элерово характеристика принято только для тех многообразий которые имеют гомотопический тип конечного симплециального комплекса или конечного клеточного пространства мы будем работать с такими да да давайте давайте действительно это правильное замечание я вот там это не сказал давайте я действительно скажу что у нас где же я писал про элерову характеристику давайте я сразу поправлю значит да клеточный n-комплекс и вот это я подчеркну что это у нас саммирный комплекс то есть мы действительно будем работать с такими хорошо а то как то это осталось не выделено значит давайте теперь тогда про задачи я оставлю какой нибудь список прямо здесь сейчас формулирую на самом деле эти задачи хочу записать потому что ну в общем то они нам будут важны так давайте рассмотрим так сначала рассмотрим тор который на самом деле да равен то есть в общем вот то что я пишу это по сути нужно доказать да что тор это фактор r квадрат по z в квадрате то есть вот а универсальная накрывающая есть r2 так хорошо милеру характеристику торы мы вычисляли давайте теперь возьмем тор с проколом так хорошо давайте мы что сделаем вот да хорошо посчитать те лерову характеристику она должна быть отрицательна вот а также надо убедиться что фундаментальная фундаментальная группа фундаментальная группа фундаментальная группа вот такая здесь берется свободное произведение двух групп компонентов одинаковых ну на самом деле на самом деле значит что у нас про это дело известно про это дело на самом деле известно что что это фактор плоскости лобачевского вот по этой группе так ну я конечно буду рассказывать отдельно про геометрию лобачевского но в общем то топологически да топологически плоскость лобачевского это шар открытый вот ну или там комплексная верхняя полуплоскость поэтому тем кто в общем то с немножко знаком я не знаю с моделями до плоскости лобачевского вот это утверждение уже должно быть понятно у него красивые есть обоснование через фундаментальные области и мы николай а можно вопрос будем еще обсуждать да а вот во втором пункте у нас Элера Харсиско от Тора так виноват от Тора без точки давайте поправим да спасибо так разумеется от Тора да от Тора без точки без точки так хорошо ну аналогично хорошо про поверхность так давайте я так напишу ну а здесь я напишу что на самом деле да СЖ тоже является фактором по некоторой дискретной группе гамма но это мы уже тоже в общем то будем обсуждать позже так ну на самом деле можно еще конечно выписать упражнение но вот по хорошему поверхности которые нас будут интересовать больше всего которые у нас чаще всего будут возникать в нашем курсе это вот поверхности СЖ с каким-то количеством проколов или ТОР там да с каким-то количеством проколов вот именно будут нас интересовать вот в смысле гиперболической геометрии давайте я теперь напишу какой-то список литературы к которому можно обращаться ну я это дело постараюсь еще на сайте как-то выложить вот но сейчас сразу озвучу скажем наиболее важные источники значит есть на русском языке что на русском языке есть обзоры Винберга в итогах науки и техники 88 года ну там на самом деле 29 том поэтому я напишу в котором два обзора Винберг соавтор в обоих но он там не единственный соавтор значит как они называются давайте начнутые итоги науки и техники том 29 по-моему вот а там два обзора как они называются первый геометрия пространств постоянной кривизны второй это дискретные группы движений пространств постоянной кривизны это да в общем 1988 дальше дальше замечательная книга Радклиффа Джон Радклифф значит Foundations of Hatterbolic Manifolds она заметно более подробная во многих моментах но это здоровая книга у нее есть третье издание по-моему до 2019 года кажется в общем я рекомендую на самом деле обе во-первых вот эти два обзора в этой книге они кстати тоже переведены на английский язык в 1993 году ну во-первых они на русском это может быть иногда проще во-вторых там про арифметические вещи возможно рассказано чуть подробнее чем у Радклиффа вот то есть по поводу там дискретных групп там групп отражений про арифметические группы я бы скорее к первой книге обращался чем к второй а в целом про гиперболическую геометрию и про многообразие и всякие вещи там связанные да с гиперболическими поверхностями это вот скорее к Радклиффу еще очень неплохая книга это книга Мартелли Бруно Мартелли называется так введение в геометрическую топологию еще еще часто ссылаются но кстати как ни странно я эту книгу практически не читал в отличие от тех которые рекомендовал еще часто ссылаются на книгу самого Терстена по-моему это называется трехмерная геометрия и топология или лекции по трехмерной геометрии и топологии я лишь ее так слегка листал вот но как бы с этой книгой Терстена проблема в том что она ну относительно старая то есть по-моему на русский язык она была переведена в 2001 году давайте напишу на всякий случай но в ней может быть могут быть какие-то интересные детали которых вот например в книгах выше нету так ну если у меня что-то еще ну на самом деле книг про геометрию дискретных групп про геометрию многообразий в частности про пространство не отрицательное довольно много но если вдруг будут всплывать еще какие-то детали то я буду их советовать часто пользуется книжка Апанасова про многообразие она у меня даже есть в общем вот книжка Ратклифф это такой здоровый том на 800 страниц с лишним вот ну а книжка Мартелли вот так для сравнения книжка Винберга такая очень тоненькая в итоге в науке и технике вот но еще есть книжка да Апанасова к ней я пока редко обращаюсь называется да конформная геометрия дискретных групп и многообразие вот так что давайте я ее тоже напишу в ней тоже может быть какая-то интересная информация вот а вот книга Тёрстена перевод на русский по-моему был сделан в МЦМО, кажется, в 2001 году, по-моему, под редакцией Осипа Владимировича Шварцмана, но я его точно не помню уже. Ну, пожалуй, все. Значит, давайте я скажу еще раз, какой у нас план. Мы вот сегодня говорили про топологию, в следующий раз заговорим про геометрию и уже про многообразие постоянной секционной кривизмы, и, может быть, успеем начать даже разбирать какие-то модели пространства Лобачевского. И дальше, в общем-то, я достаточно быстро перейду к определению дискретных подгрупп-группли, и мы будем двигаться в сторону уже гиперболических многообразий. То есть, на самом деле, потихоньку будем идти в сторону доказательства теоремы жесткости Мостова. Это такой первый важный этап в нашем курсе. Дальше я расскажу про арифметические группы и про известные теоремы знаменитого результата Маргулиса, про арифметические подгруппы в группах ЛИ. И дальше будут рассмотрены гиперболические группы отражений. То есть, они у нас там возникнут, на самом деле, чуть раньше, наверное, перед теоремой жесткости Мостова. Но какие-то подробности, да, про гиперболические группы отражений, что про них известно, какие открытые проблемы стоят, я уже буду рассказывать в конце, разумеется. Вот такой план. Есть какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, вот еще актуально про тот вопрос, который у нас был про эту, про сферическую, про то, что не бывает асферических многообразий с кручениями. Вот, потому что, мне кажется, я что-то сейчас подумал, но это, наверное, действительно так, потому что, ну, есть как бы пространство, у которого фундаментальная группа — это ZN, а остальных гомотопических групп нет, но у него, ну, у него как бы, ну, гомология есть, всколько она большой размерности, поэтому она никак не может быть многообразием. Наверное, в этом дело. Ну, просто тогда вопрос, а какой интерес рассматривает такие пространства? Потому что, казалось бы, что как бы гомотопический тип у этого всегда просто букет окружностей? А, ну, здесь нас интересуют, они будут нас интересовать именно в геометрическом смысле, потому что... Или с точки средней геометрии? Да, то есть у нас, собственно, нас будут интересовать пространства, которые получаются как фактор там либо евклидового пространства по дискретной группе, либо пространства в Увачевске по дискретной группе. И такие, но по дискретной группе свободное откручение. И вот такой фактор будет гиперболическим там или эвклидовым многообразием, но при этом у него там, да, у этих многообразий будет постоянная секционная кровизна, и они при этом будут асферическими. Для доказательства жесткости, теоремы жесткости Мостова это будет важно, потому что оно, по сути, будет отталкиваться от изоморфизма фундаментальных групп и будет давать не просто гомотопическую эквивалентность, а геометрическую изометру этих многообразий. Можно заметить, что то, что у фундаментальной группы нет кручения, а высших гомотопических групп нет, вовсе не значит, что у многообразия гомотопический тип букет окружности. Во-первых, никто не говорит, что гомотопическая группа свободна, и никто не говорит, что есть гомотопическая эквивалентность с букетом окружности. То есть теорема отхода работает же только если есть непрерывное отображение, эдуцирующее изоморфизм. А его может не быть. Например, если многообразие компактно, то у него есть старшая группа когмологий. Правда, это я глупо сказал. Действительно, ей же Тор, она же от крутия не свободно, а не от соотношений. Да, именно так. А еще помимо этого, я тут на самом деле сказал, что изоморфизм индуцирует гомотопическую эквивалентность. Там утверждение можно сделать немножко более общим. Там можно сказать, что гомоморфизм. Да, кажется, гомоморфизм. То есть, наверное, нужно взять, я не знаю, ну, хорошо, можно взять линейно связанные клеточные комплексы хорошие, конечные, в общем, все как надо. И тогда всякий гомоморфизм фундаментальных групп, видимо, будет, ну, на самом деле, тут правильнее, конечно, сказать, что индуцируется гомотопической эквивалентностью. Потому что индуцируется обычно с чего-то более широкого на меньшее, правильно? Но как бы, но по изоморфизму, на самом деле, тоже можно же построить гомотопическую эквивалентность в таком простом случае. Ну, то есть, ну, я даже хочу сказать, что из, то есть, гомоморфизм фундаментальных групп индуцируется непрорывным отображением, а как следствие, изоморфизм будет индуцироваться гомотопической эквивалентностью. По-моему, вот так вот эту теорему правильно формулировать. Вот. Да, ну, а вот то, что это группа свободного откручения, это, в общем, нам важно в том смысле, что мы потом будем доказывать, что многообразие постоянной секционной кривизны накрываются одним из трех универсальных вот этих пространств постоянной секционной кривизны. Вот. Но это уже, в общем-то, тема, ну, наверное, уже следующей лекции или третьей лекции. Ну, я надеюсь, что следующей. Посмотрим, как пойдет. Так. Ну, я закончил сегодня чуть раньше. Вообще, в целом, я буду стараться, как правило, заканчивать чуть-чуть раньше. Так, у меня важный вопрос. который я задам в чате, но обсудить хорошо бы сейчас. Я хочу перенести лекцию, точнее, очень хотел бы перенести лекцию на какое-то более раннее время. Не очень важно, чтобы именно во вторник, там, в какой-то другой день. Как в целом, вот тем, кто сейчас меня слушает, удобнее, чтобы это было все-таки в рабочее время, по московскому времени, или оставить как есть. Я бы предпочел оставить. Вы бы предпочли оставить. Так, ну, я думаю, что давайте и так сделаем. Я предложу это дело в чате в форме какого-то опроса. Если окажется, что ну, там, предложенное время, грубо говоря, там, категорически не подходит, то тогда, конечно, мы лучше оставим. Мне кажется, что раньше это хорошо. Чем раньше, тем лучше глава работает и вообще. Ну, да, вот тут у всех по-разному. У кого-то при этом плотное расписание в университете может быть, и просто по этой причине, например, может быть, очень неудобно. Вот. Я вам предложу несколько вариантов тогда и постарайтесь тогда в телеграм-канале вот те, кому это важно, постарайтесь на это ответить. Потому что, в общем, я заинтересован все-таки, да, сам в поле. То есть я могу поставить, как скажете, там, в 10 утра, в 12 дня, в 2 часа дня, но мне просто желательно, чтобы это было не так поздно вечером. Вот. Но я предлагаю в общем следующее занятие наверное провести по этому расписанию, если мы еще не определимся. Вот. Но вот на этой неделе тогда будем решать в какое время. Хорошо. Я надеюсь, что было в общих чертах понятно. Вот со следующей лекции начнется уже геометрия и возможно уже дело дойдет даже до дискретных групп. Но если не на следующей, то через лекцию уж я надеюсь точно. Николай, можно вопрос? Да. А планируется домашнее задание какая-нибудь, ну, с листочки по курсу? Нет, я вот не планирую, потому что семинаров-то как таковых по курсу нет. Я вот составляю какие-то задачи, да, но это, в общем-то, скорее для себя. Потом вот этот курс на самом деле студенты, там, высшей школы экономики, студентов из теха могут сдавать и вносить в свой собственный индивидуальный план. Те, кто в этом заинтересован, наверное, хорошо бы мне об этом будет сказать как-то заранее, вот, может быть, я в Телеграме об этом тоже опрос проведу. и что еще? Ну и тогда просто нужно будет соблюсти там формальность, сроки. Я должен буду оповестить об этом учебную часть независимого университета. Вот, и тогда, в общем-то, эти задачи, которые я оставляю после лекции, может быть, будут, грубо говоря, как-то участвовать в зачете в экзамене по этому курсу, но я пока, так скажем, хорошо это еще не продумывал. Вот, но в любом случае, да, какие-то четкие правила игры про экзамен будут, наверное, чуть позже тогда. Так, ну что, тогда, видимо, прощаемся, да, на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо, на себя.